сегодня ты узнаешь что такое антибиотики как и зачем бактерии научились от них защищаться ну а главное и самое интересное что нужно сделать чтобы буквально в домашних условиях вырастить один из самых опаснейших микроорганизмов на этой планете привет поехали репич а начнем мы как обычно издалека но у нас с тобой по-другому и не бывает в далеком 1928 году вот этот молодой человек ну может быть не очень молодой но точно человек по имени александр флеминг впервые в мире смог выделить чистый антибиотик и называется этот антибиотик пенициллин те страшные закоречки которые ты сейчас видишь в правой части экрана представляю себе не что иное как его формулу но нас сейчас интересует немного другое почему весь мир носится с этими антибиотиками что они вообще такого делают и так как прошлому выпуску мне написали комментарии с просьбой который я просто не могу отказать знакомься бактерия егор бактерии егор живет себе никого не трогает но тут она попадает в среду с антибиотиком предположим это будет тот же самый пенициллин и собственно все бактерия больше не живет потому что пенициллин разрушает ее клеточную стенку по сути это тот же самый процесс как если бы какой-нибудь химический препарат полностью снимал бы с тебя кожу да звучит довольно жестко но аналогия прям отличная лучше не подобрать и в этом и заключается главный смысл антибиотиков они позволяют уничтожать бактерии естественно в первую очередь они используются для лечения каких-либо болезней которые эти бактерии вызывают а теперь давай с тобой представим что егор решил размножиться и вместо одного егора у нас теперь их целая толпа а мы может быть не хотим чтобы егор размножался что же нам тогда делать надо ввести антибиотик вводим и значит к бактериям антибиотик и вроде все отлично они погибают если это были болезнетворные бактерии в человеке то человек выздоравливает и вообще все шикарно но среди всей этой толпы егоров находится один такой уникум у которого есть защита к нашему антибиотику просто случайная мутация которая произошла в его организме и за счет которой он приобрел защиту и вот значит все вокруг этого мутанта егора погибли а он остался один ты наверное скажешь да ему теперь не позавидовать совсем один остался без друзей без родственников вообще никого вокруг но для него это наоборот не горе а большая удача потому что теперь у него нет ни единого конкурента и он может спокойно начинать размножаться и размножаться сумма помрачительной скоростью таким образом через некоторое время мы имеем огромное количество мутантов егоров и у всех у них есть защита от нашего антибиотика это значит что то вещество которым мы до этого могли уничтожить каждого егора на этой планете теперь стало просто бесполезной штукой в общем все егоры которые изображены на экране теперь попросту антибиотикорезистентны то есть не поддаются действию этого антибиотика но это еще не конец видишь ли егор очень добрая бактерия и когда он видит своего собрата у которого нет антибиотикорезистентности он просто не может это оставить так как есть ему очень сильно хочется поделиться своей способностью со всеми окружающими его бактериями что собственно он и делает и таким образом даже те бактерии которые ранее не обладали антибиотикорезистентностью перенимают у него эту способность тоже становится невосприимчивы к антибиотику и видишь как получается из-за одного егора который когда-то мутировал образовалась целая толпа бактерий которых теперь попросту не напугать пенициллином а вот сидит паучок ну этого паучка ты уж точно знаешь а на паучке как ты можешь заметить сидят бактерии и давай представим что где-то далеко-далеко прямо на другой точке мира предположим в америке сродилась какая-то одна мутировавшая бактерия которая не восприимчива какому-нибудь антибиотику как ты думаешь перейдет ли это способность от мутировавшие бактерии к нашим которые сидят на паучке а паучок предположим находится в монголии ну и казалось бы да как бактерии которые находятся в монголии могут перенять эту способность от бактерий которые аж в америке между монголией и америкой огромнейшее расстояние а по меркам бактерий так это вообще непреодолимое что-то но в этом и заключается главная загвоздка они не то что могут перенять защищенность к антибиотику они ее обязательно переймут через некоторое время тут ведь по сути делается заключается в том что все бактерии между собой связаны и так потихонечку от бактерии к бактерии это способность передаться вообще по всему свету и это одна из колоссальнейших проблем которая сейчас терзает человечество то есть можно буквально десятки лет изобретать какой-либо супер антибиотик который способен уничтожать вообще любую бактерию но из-за одной случайной ошибки из-за одной случайной мутации который может произойти в каком-либо егоре вся эта титаническая многолетняя работа просто за секунды превратится в пыль и все что я тебе описываю на самом деле со многими антибиотиками уже произошло а с некоторыми происходит прямо сейчас вот смотри перед нами бактерия золотистого стафилокока стафилококус ауреус я его буду звать просто ауреус потому что так прикольно звучит и мне это нравится так вот это самый ауреус прямо сейчас сидит на тебе он может быть у тебя на руках на ногах даже в подмышке на волосах или вообще в толстой кишке сама по себе эта бактерия очень неприятная она может вызывать как и простенькие заболевания вроде кожного зуда или угрей как и что-то дико серьезное например невманию менингит или какой-нибудь сепсис но пока твой иммунитет ничем не подорван он спокойно блокирует рост и развитие этой бактерии поэтому тебе ничего не угрожает но как только твой иммунитет ослабевает но например из-за какой-либо другой болезни ауреус тут как тут казалось бы ну и что пришел он видите ли мы сейчас как пенициллинчик и бахнем и все было у рауса нет ауреуса и в целом да это бы сработало но только лет 50 назад а сейчас это уже не сработает почти все бактерии золотистого стафилокока которые ты сейчас можешь обнаружить на своем организме уже имеют защиту от пенициллина то же самое касается и меня мои бактерии ауреуса также имеют защиту от пенициллина и это довольно интересно я никогда в жизни не болел золотистым стафилококом да и пенициллин я тоже никогда не принимал но если вспомнить что мы говорили ранее про бактерию егора то сразу становится понятно откуда у моего стафилокока появилась эта защита просто передалась от других бактерий вот и все но мне захотелось все это проверить ведь одно дело просто сказать что у моего ауреуса есть защита от пенициллина и совсем другое дело это вырастить золотистый стафилококк взятый с моей кожи потом поместить его в питательную среду с пенициллином и проверить будет ли он на ней жить или нет а это кстати тот самый момент в котором ты можешь поставить лайк подписаться на канал написать комментарий и все в таком духе я верю в тебя давай не подведи и так сначала нам в принципе нужно поймать бактерии стафилококка чтобы это сделать мы с тобой приготовим специальную питательную среду по сути питательная среда это просто корм для бактерий но нам нужен особенный корм если мы сделаем что-то стандартное что могут есть практически любые бактерии то этих самых любых бактерий мы и поймаем а нам нужен именно стафилокок поэтому среду мы готовим по такому рецепту на 500 грамм воды мы добавляем 10 грамм агар агара агар это загуститель который позволит нам упаковать нашу среду в чашку петри так чтобы она не растекалась по ней а лежала тонким ровным слоем затем нам понадобится сывороточный белок он нужен для того чтобы бактериям было что покушать в принципе можно и без него но тогда бактериям сложно будет найти что-нибудь чтобы пожевать и они будут очень долго расти нам это не надо мы хотим ускорить процесс поэтому добавляем белок и самого интересного мы добавляем 32 с половиной грамма соли да именно так много это нужно для того чтобы создать среду которая будет просто невыносимой для других бактерий они в ней просто откажутся жить ну или будут жить но развиваться настолько медленно что стафилококкок просто-напросто задавит числом а сам ауреус к таким большим количеством соли просто невосприимчив ему вообще все равно мало соли много соли да пофиг главное чтобы еда была но его значится пока мы обо всем с тобой этом говорили я замешал все необходимые ингредиенты ну и конечно же просыпал соль ну ну как без этого ну и также отдельно я замешаю одну целую восемь десятых грамма соли это нам понадобится чуть позже потом расскажу зачем теперь еще один важный шаг который нам позволит избавиться от всех лишних бактерий это ультрафиолетовая дезинфекция в целом можно использовать не только ультрафиолет можно например высокую температуру но мне удобнее всего ультрафиолет поэтому я буду использовать его в ультрафиолетовую лампу я помещаю свои чашки петри и оставляю их там где-то минут на 30 чтобы точно быть уверенным в том что никакая бактерия внутри них не выживет но пока эти самые чашки находятся в ультрафиолете я приглашаю тебя на кухню сейчас будем готовить для начала нам нужно взять одно яйцо и отделить белок от желтка довольно странное занятие давай расскажу зачем оно нужно в процессе своей жизни ауреус выделяет лицетиназу этот такой грубо говоря пищеварительный фермент и весь смысл в том что когда этот фермент касается яичного желтка происходит волшебная биохимическая реакция которая все равно не буду выводить на экран потому что ты ее просто промотаешь которая в итоге приводит к радужному окрашиванию это нужно для того чтобы когда бактерии подрастут на наши чашки петри мы точно смогли определить стафилококкота или нет если вокруг наших колоний бактерий будет радужное окрашивание значит это точно стафилококк если радужного окрашивания не будет значит это кто угодно но не стафилококк так желток то я конечно отделил но тут я вспомнил что недавно переехал на новую квартиру и забыл с собой взять мерный цилиндр и как бы непонятно чем не отмерять необходимое количество воды но это в целом не беда так как можно использовать математику девятого класса я рассчитываю радиус этой кружки рассчитываю ее объем и нахожу сколько сантиметров воды грубо говоря мне нужно добавить чтобы получить необходимый объем этой самой воды но все довольно просто вот значится рассчитали поставили линеечку и налили необходимое количество миллилитров затем я пипеткой еще раз прочищаю желток от белка чтобы его осталось там как можно меньше а потом переваливаю желток в кружку с водой в эту же кружку я добавляю ту самую отмеренную соль и вот тут у меня уже к тебе вопрос как ты думаешь зачем я это делаю ведь соль мы и так замешали в нашу основную среду так зачем еще вмешивать ее в желток напиши об этом в комментариях если догадался а если не догадался тоже напиши мне интересно будет послушать ну и вот значит микробиологической тыркалкой мы все это дело перемешиваем переливаем в другую кружечку и пока что отставляем в сторонку теперь я по той же самой схеме с помощью линейки отмеряю необходимое количество воды которую мне нужно добавить в мою основную смесь ну и всю эту отмеренную воду я переливаю в кастрюлю потом включаю плиту накрываю кастрюлю крышкой и жду пока вода закипит к слову забыл сказать но пока мы никуда не торопимся так как вода все еще не закипела к желтку я добавлял 200 грамм воды но это так если ты решишь повторить эксперимент и вот появились первые пузырьки кипения а значит можно засыпать нашу основную смесь после того как все пересыпано нужно этот супчик хорошенечко размешать чтобы все компоненты растворились в итоге получается такая густовато вязкая белая масса выглядит не то чтобы приятно но с другой стороны нам с тобой есть ее не надо поэтому какая разница как она выглядит главное чтобы работала и так я заливаю эту жижу в стакан и даю и немножко остыть остыть она должна до такой степени чтобы можно было взять стакан рукой и не почувствовать боль то есть это примерно 45 50 градусов кстати во время того как эта масса готовилась я заранее в кружку перелил 20 миллилитров раствор желтка чтобы он уже был готов и вот когда стакан остыл я заливаю к желтку нашу питательную среду заливаю также по линеечке потому что ее должно быть точное количество ровно 100 миллилитров ну а теперь нужно все делать очень быстро потому что если протупеть питательная среда застынет прямо в кружке и на этом как бы весь эксперимент закончится поэтому я заранее из нашей ультрафиолетовой лампы принес продезинфицированные чашки петри в которой сейчас помощью пипетки начну разливать среду в общем здесь ничего сложного нет просто берешь пипеткой среду да и разливаешь ее в чашку петри самое главное сделать это так чтобы дно чашки петри полностью покрылась раствором но при этом не нужно делать очень жирный слой просто в этом нет никакого смысла так как бактерии все равно растут именно на поверхности они в глубине среды ну вот я все и разлил из-за того что агар еще теплый чашки петри даже запотели в этом нет ничего страшного это просто конденсат но бывает и в итоге как то так выглядит наша питательная среда да не очень презентабельно но красивую среду для фоток мы сделаем с вами потом а это нужно именно для того чтобы получить колонию стафилокока теперь я вооружаюсь ватными палочками так как у меня четыре чашки петри мне нужно 4 палочки каждой палочкой я провожу по определенному участку тела ну там по руке по ноге одну даже в нос засунул но это так по секрету а затем легкими мазками как будто крашу нашу питательную среду с помощью этой ватной палочки ну то есть осторожно наношу на нее бактерии которые перебежали на мою ватную палочку делать это на самом деле можно по-разному я делаю примерно такими мазками как показано на видео ну и в общем то все готово теперь закрываем чашки петри и помещаем их в какое-нибудь теплое место это кстати тоже очень важно потому что при комнатной температуре ауреус будет расти критически долго ему больше нравится повышенная где-то от 35 до 40 градусов по цельсию так как сейчас лето и все батареи у меня выключены а это условие нужно обязательно соблюсти я поступил таким образом просто закинул полотенце в несколько слоев на сушилку и сверху положил чашки петри благо сушилка это постоянно горячая поэтому проблем никаких у меня не возникло теперь остается запастись терпением и ждать в целом недолго где-то 4 дня после этого времени колонии бактерий уже начнут себя проявлять ну а я на этом не прощаюсь потому что скоро увидимся во второй заключительной части в которой мы продолжим с вами веселиться золотистым стафилококом да звучало как-то не очень но не суть а с тобой на связи был репич до скорого